И в завершении выпуска. Стартовал девятый автопробег Союза журналистов Подмосковья. В этот раз он посвящен году экологии. Называется Подмосковье-Заповедное. Принимает участие в автопробеге съемочная группа телеканала ЛРТ. Уже в первый день они успели посетить национальный парк Лосиный остров, крупнейшую в России гидроаккумулирующую электростанцию и другие интересные места. Последние приготовления перед поездкой, добрые пожелания от коллег и команда телеканала ЛРТ отправляется в путь. Первой точкой, куда съехали журналисты со всего региона, стала Лосиная биостанция, расположенная в национальном парке Лосиный остров. Уникальность этой территории заключается в том, что она со всех сторон ограничена городами. Москва, Мытищи, Королёв, Балашиха. Лосиный парк протянулся от Сокольников до города Щёлков и расположился между двумя шоссе – Ярославским и Щёлковским. Для подмосковных журналистов провели экскурсию по Лосиному острову. Представители СМИ поближе познакомились с местными обитателями. Так, на расстоянии всего пяти километров от Москвы можно увидеть более тысячи видов растений и почти 250 видов животных. Сейчас, в летнее время, здесь в основном обитают лоси и кабаны, а зимой сюда на подкормку приходят пятнистые дальневосточные олени. Чуть позже погода стала ухудшаться, но дождь не стал помехой для журналистов. Они продолжили свой путь и направили в Сергиево-Посадский район. Здесь они ознакомились с уникальной и крупнейшей в России гидроаккумулирующей электростанцией. На сегодняшний день в нашей стране всего три подобных сооружения, посредством которых удается запасать электрическую энергию, возвращая её в энергосистему по мере необходимости. Традиционно для СМИ организовали пресс-тура, также устроили встречу с руководством предприятия. В последние, так скажем, наверное, два десятилетия Советского Союза всё-таки была сформирована программа строительства гидроаккумулирующих электростанций в Советском Союзе. И Загорская ГЭС является фактически пилотным проектом для последующего возможного тиражирования таких электростанций в Советском Союзе. Было выбрано в европейской части 20 площадок для строительства подобных объектов. Вот таким насыщенным и познавательным оказался первый день автопробега. Впереди у журналистов ещё три дня работы. А это значит ещё больше интересных репортажей и впечатляющих экскурсий.